МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Появление газа в Заволжье ждали не один год. Самый северный поселок Чувашии переходит с угольного на газовое отопление домов. Какая работа проделана на сегодняшний день? Как это событие повлияет на качество жизни в поселке? Поговорим об этом с Денисом Спириным, главой администрации города Чебоксары. Денис Вадимович, здравствуйте. На 28 октября запланирован запуск газа в Заволжье. Как будет происходить подача? На 28 число запланирована подача газа. Это долгожданное событие для всего Заволжья. Как мы знаем, программа готовилась очень давно. И сегодня в рамках государственной программы дегласификации регионов от Газпрома Межрегион Газ программа у нас приходит в финальную стадию. Мы провели большую работу по проводке газопровода высокого, среднего и низкого давления. И сегодня мы можем констатировать, что газ в Заволжье будет. Вот 28 числа. Что конкретно будет происходить? Что запланировано? Будет подача газа нашего голубого топлива в трубопроводы. И запуск планируется именно 28 числа. Сегодня абоненты практически все готовы к запуску. Будут дорабатываться некоторые объекты. Первично мы увидим в Заволжье газ. Опять же повторяюсь, дальше будет подходить индивидуально. Каждое домохозяйство, каждое домовладение будет отрабатываться и рассматриваться для качественного подключения. Была проделана огромная работа до сегодняшнего дня по подготовке Заволжья к подаче голубого топлива. Какие-то трудности есть на сегодняшний момент? Нет, на сегодняшний момент трудностей уже нет. Трудности возникали во время проектирования задания, во время выполнения работ. Но все сложности мы преодолели. И сегодня мы констатируем то, что мы работу завершили. Сегодня мы подключаем основных потребителей газа. В ближайшее время мы подключим котельные. И в последующем будем еще подключать порядка 300 точек частных домовладений. Ну вот когда как раз люди, живущие в многоквартирных и частных домах, увидят голубое топливо уже у себя дома? Когда это сможет произойти вообще? Надо понимать, что сегодня Заволжье было подключено к баллонам. Система, по которому доставлялся газ, особенно по МКД, она не соответствует той системе, которая подключается к трубному газопроводу. На каждой отдельной МКД будет разрабатываться отдельная проектно-смертная документация по замене подводки. После этого дом будет подключен к газу. А для этого, для того, чтобы каждый к дому уже смог подвезти газ, люди смогут воспользоваться льготными программами? Да, льготные программы уже предусмотрены. Глава региона Олег Алексеевич уже несколько раз об этом говорил. О том, что сегодня разработаны программы по компенсации затрат, это 20 тысяч по оборудованию и 20 тысяч на подводку газа. Льготы все перечислены. За получение льготы надо обратиться в Минтруда, где объяснят, попадаете вы или не попадаете в эту категорию граждан. И с этого года, в категорию, которая была уже определена, добавляются участники военной операции на Украине. На данный момент вообще вот этот весь процесс, он идет по плану? Нигде вот в каких-то, во всех поселках? Где-то же там ремонт котельной идет, где-то новую строят? Котельная сегодня, строительство котельных завершено 100%. Мы выезжали еще неделю-две назад, с ревизией котельная все готовы, ждут, скорее всего, сертификации. Это надо будет уточнить уже у Т-плюса, уровень готовности. Насколько я знаю, все практически завершено. Какие возможности дает за Волжью эта газификация? Все понимают, что это реально огромный потенциал для развития экономики. Вот вы как видите? Газ сегодня – это такой инструмент, который дает толчок к экономическому развитию. Если раньше у нас завод же рассматривалось больше как летний отдых, это турбазы различные, выходы, то зимний период как-то уходил на задний план, потому что отапливать помещение достаточно дорого и трудоемко. Сегодня газ будет подключен к каждому дому или предприятию, туриндустрию, которая готова будет инвестировать в эту отрасль, будет подведена газа. Соответственно, есть возможность, появляется возможность на строительство действительно хороших, полноценных отелей, бас-отдых, уже масштабного формата. Вот посмотрите, пожалуйста, там сегодня будут подключаться санатории наши большие. Насколько экономически эффективнее будет их работа. Соответственно, на данной территории пройдет дальнейшее развитие и частного домовладения, если раньше заезжали туда, больше рассматривали, точнее, территорию рассматривали как дачную, сегодня это будет, скорее всего, рассматриваться как полноценная территория города со всей инфраструктурой. Вот один из больших объектов отдыха в Заволжье – это санаторий Чувашия. Насколько мы знаем, раньше они сталкивались тоже с этой большой проблемой, потому что на угольное отопление у них уходили большие средства. И сейчас у них, вот на каком сейчас этапе, вот конкретно, если брать этот санаторий, готовы ли они сейчас запустить газ, когда это случится? Да, мы тоже были примерно две недели назад, три недели назад в санатории Чувашии. Котельная собрана, была организована пусконаладочная, пусконаладочный процесс. Как только газ появится в тестовом режиме, котельную испытают на подключении, и она запустится в работу. А помимо вот туриндустрии, какое у вас видение, как у администрации города, как вы планируете развивать эти территории? Какие предприятия там хотелось бы видеть? Какой сектор вообще? Есть какие-то уже разработки? Ну, опять же таки, давайте рассматривать Заволжье все-таки как не промышленная территория, это территория… Жалко, как промышленная… Да, это территория отдыха, территория экологически чистая, поэтому все программы, которые там будут развиваться, это в повестке ЕЭДЖИ, это только экономические и экологически правильные программы, никаких промышленных производств, только экопродукт. Соответственно, он будет больше, я думаю, развиваться в разрезе или образования, или туриндустрии. Сегодня в архиве городадминистрации имеются проекты на развитие данной территории, имеются проекты строительства гостиничных комплексов, баз, отдых различных. Да, это все раньше уже было разрабатывалось, но сдерживающий фактор был это отсутствие газа и отопления в зимний сезон. Спасибо, Денис Вадимович. С Денисом Спириным, главой администрации города Чебоксара, обсудили сегодня вопрос улучшения качества жизни в Заволжье. Спасибо за приятный и полезный разговор еще раз. В студии была Татьяна Трофимова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин